Здравствуйте, на телеканале НТО ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду я, Михаил Горин, а с нами на связи из Иерусалима израильский политолог Арик Эльман. Здравствуйте, Арик. Добрый день. Начнем с политической повестки дня. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в Шарма-Шейхе с президентом Египта Ассисия. Они провели переговоры, сообщения были достаточно лаконичные, обсуждались вопросы безопасности, сектор газа, экономическое укрепление связей двух стран и так далее. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько вот это официальное сообщение соответствует действительным темам обсуждения и как это связано, на ваш взгляд, с так называемой программой «Лапида». Мы к ней потом вернемся еще более подробно. Но программа «Лапида», которая получила такое короткое название «Экономическая безопасность газа в обмен на безопасность Израиля». Это каким-то образом связанные события или же нет? Я думаю, что общий контекст действительно есть. И это контекст стремления израильского правительства, который совпадает с желаниями египетского руководства не допустить новой эскалации сектора газа. Мы уже видели последние несколько дней одиночные ракетные обстрелы. Мы знаем, что Хамас в Газе не удовлетворен тем, как развиваются переговоры вокруг сделки по катарским деньгам. Мы знаем также, что главная проблема с точки зрения Хамаса, решение руководства палестинской автономии отказаться от проведения парламентских выборов, так и осталось не решено. И поэтому потенциал эскалации существует. Правительство Бенета – это сценарий, который ему абсолютно не нравится. В первую очередь, потому что оно, как мы знаем, построено на весьма хопковом идеологическом компромиссе, опирается на голоса израильских исламистов. Подобного рода напряжение, эскалация в Газе еще до того, как окончательно утвержден государственный бюджет. Это вещь, которая в Требенном совершенно не нужна. И понятно, что традиционный интерес Египта тоже состоит в том, чтобы использовать свое влияние на Хамас, для того, чтобы не допустить эскалации, а если она происходит, завершить ее как можно быстрее. Поэтому понятно, что помимо символической части, взаимосовместной фотографии, вообще публичности, которая была дана на этой встрече, в отличие от предыдущих встреч президента Ассисии с израильским премьер-министром, когда они были весьма ограничены публичностью, и часть из них без флагов, без израильского флага, тут все было сделано по протоколу. Конечно же, есть и важная составляющая. Но здесь также есть и интересы. Интересы премьер-министра Беннета понятен. Для него это еще один перо в шляпу, еще одна поставленная галочка на пути преемственности и демонстрации, что он вполне успешно справляется с поддержанием стратегических взаимоотношений Израиля в регионе и за его пределами. Это Вашингтон, это Москва, и это, конечно же, Египет, стратегический партнер Израиля в регионе. Для президента Ассисии это тоже немаловажно, потому что не надо забывать, что в Вашингтоне нахуй сидит администрация, которая как минимум в преддверии своего прихода власти весьма активно критиковала Египет, и не только Египет, за недовольное, по мнению США, состояние прав человека. И это не произошло намеренно, колеса американской бюрократической машины так крутились, но тем не менее буквально в течение тех же суток, когда состоялась встреча президента Ассисии с Асталибеном, из Вашингтона пришло сообщение о замораживании части американской военной помощи Египту именно с опасениями по состоянию прав человека. Понятно, что в канцелярии президента Египта об этом знали заранее, и вне всякого сомнения есть здесь достаточно понятный, четкий интерес продемонстрировать всем в Вашингтоне и друзьям, и аскептикам, что Египет под руководством СССИ играет позитивную, важную стратегическую роль, в том числе и все, что касается Израиля в регионе, и поэтому нужно быть там, на капиталистском холме, нужно быть очень осторожны перед тем, как ставить под угрозу те или иные интересы Египта. Так что я думаю, что здесь есть тематика, которая выходит, которая касается не только палестинской проблемы, не только сектора газа, но и касается непосредственно интересов обоих участников этой встречи. Скажите, пожалуйста, в эти же дни, когда вот встречался наш премьер-министр с президентом Египта, появилось сообщение, что египетская компания Египет Айр будет открывать полеты в Израиль, в Тель-Авив, что четыре рейса будет в неделю. В принципе, и раньше был один рейс дочерней компании Египет Айр, но без государственной символики, и так очень, так сказать, по-тихому, что называется. А тут об этом объявлено громогласно, причем все будет соблюдено, как положено, с флагами и так далее. Скажите, пожалуйста, это все из той же оперы, запланированное мероприятие, которое подкрепляет общее сближение двух стран, во всяком случае, официально? Или же так случайно совпало? Понятно, что подобного рода мероприятия готовятся, да, и сообщение о снятии ограничений для визита из Бутяна Синаи тоже прозвучало не просто так в преддверии этой встречи. Но здесь есть также и позитивный для Израиля региональный контекст. Давайте не будем забывать, что многие задавали год назад вопросы о том, что будет с соглашениями Авраама и с духом соглашения Авраама, нормализации в отношениях арабского мира с Израилем после того, как офис свой испокинь Дональд Трампа затем выяснил себе Ниагу тоже, как это будет происходить и не придет ли этот поезд в тупик. Но мы сейчас видим целый ряд позитивных явлений, которые свидетельствуют о том, что дух соглашения Авраама сохраняется и даже развивается. Вот сегодня вручил свою верительную грамоту президенту Израиля первый посол Бахрейна в Израиле, а несколько дней назад состоялись парламентские выборы в Морокко, где исламисты, которые были резко против нормализации с Израилем, открытия посольства Израиля, укрепления связи с Израилем и даже пытались использовать израильскую тему борьбу с сионистами в свой позырь на выборах. Надо помнить, что предыдущий премьер-министр Морокко был представителем из-за исламской партии и там недолго до визита министра страны Дела Лапида в Морокко демонстративно пригласил туда представителей Хамаса, показать, какой он лояльный. Ну, понятно, что внешняя политика Марокко зависит в первую очередь от позиции короля Мухаммана VI, который был настроен продвигать отношения с Израилем в любом случае, но при этом было также понятно, что если бы исламисты из стратегии вот это оправдалось, то королевскому дворцу было бы гораздо тяжелее продвигать нормализацию. Так вот, исламисты были разгромлены по целому ряду причин, не только по отношениям с Израилем, но было также понятно, что вот это вот их антиизраильская пропаганда ничего абсолютно не дала. Это значит, что Марокко будет дальше активно продвигаться, не просто продвигаться по пути нормализации, но еще и быть лидером в арабском мире и в Африке. И вот сейчас мы видим эти шаги египетского руководства, которые тоже свидетельствуют о том, что Египет тоже считает, что это направление перспективное, а раз так, лучше не оставаться в стороне, лучше демонстрировать миру, региону, Вашингтону, что Египет полон решимости быть одним из лидеров этого нового процесса. Это, конечно, хорошие новости для Ближнего Востока и отличные новости для Израиля. Теперь к упомянутой в самом начале программе Яира Лапида, которую так формулирует, пресса формулирует, как экономика в обмен на безопасность. В смысле экономика для газы, безопасность для Израиля. Там много очень аспектов, но я бы предложил начать вам вот с какого. Вся эта программа достаточно внешне, во всяком случае, выглядящая, так сказать, подробно прописанной, отчасти даже убедительной, она подразумевает прямое участие Хамаса в ее продвижении. Иначе просто, ну вот как-то бы не получается, не складывается. Или, возможно, вы знаете, как можно обойти Хамас. А, значит, как можно обойти Хамас, знаете вы, Иллопит. Либо это означает, что Израиль будет, вступает во взаимодействие с Хамасом во имя великого будущего? Ну, я думаю, что не для кого-нибудь новостью то, что Израиль находится в взаимодействии с Хамасом уже достаточно долгое время. Да, и пусть это взаимодействие случается через посредников, пусть оно никак не связано с непреодолимым противоречием между исламо-фашистской террористической организацией, стремящейся к уничтожению юридического государства, этим юридическим государством, но, тем не менее, факт есть факт. В секторе газы правит эта самая террористическая организация. И, с одной стороны, несмотря на свой агрессивный потенциал, даже она вынуждена принимать во внимание тот факт, что она стала правящим режимом, а это накладывает на нее определенные обязательства. мы не каждый день находимся в состоянии войны с газой, не каждый день из газовой театр-ракеты, не каждый день в газе действует наша вооруженная сила. С другой стороны, Израиль также оказался в ситуации, в которой мы не можем просто игнорировать существование Хамаса. И поскольку есть целый ряд вопросов экономических, коммунитарных и вопросов безопасности, в которых у нас есть интересы, в которых новое положение Хамаса позволяет нам оказывать на него давление и использовать рычаги старые, добрые, кнутые пряники. Конечно, это делается в основном через посредников и опять же мы уже упомянули критическую роль Египта в этом смысле. Египет это одна из тех сил, которые, с одной стороны, пользуются доверием Израиля, в отличие от Катар в 2014 году, в попытке Катара заменить Египет в усилиях прекращения огня, которые, несмотря на наивность тогдашнего гостя Китая США Джона Керри, все-таки вымечались полным провалом и потребовалось превышать Египта, чтобы закончить операцию Некушево Искал. Египет играет очень важную роль здесь, поэтому теоретически то, что позиционирует министра страны дел, это план, который говорит Хамасу, если вы будете воздерживаться от нападения на Израиль, если вы будете приметь обязательства по ограничению ваших вооружений, будете пытаться создать для Израиля новые стратегические угрозы, мы со своей стороны будем готовы на крупномаштабный план реабилитации экономики газа, от которого естественно теоретически должны выиграть в первую очередь хамасники, потому что они являются правящим режимом газа. если уровень жизни в газе вырос, естественно, кто получает за этот кредит правящий режим. Но для Хамаса, извините, для Хамаса тогда это будет в принципе означать перед лицом их избирателей, а их привел к власти избиратель, для их избирателей, на которых они до сих пор опираются, это будет означать, что они, ну извините за такой жаргон, продали идею ради хлеба. Ну в этом это то, что скептики утверждают, что это та причина, по которой все предыдущие попытки о чем-то договориться в долгосрочной перспективе в газе не привели успех. Потому что в конечном итоге Хамас был и остается, как мы уже сказали, исламо-фашистской террористической организации, цель которой ликвидация Израиля. Недолговременное существование, несмотря на заявление лидеров Хамаса о том, что они готовы к худне с Израилем, к долгосрочному перемирию и так далее. Есть политическая цель внутрипалестинская. Эта цель состоит в том, чтобы захватить власть в палестинской автономии, а возможно и в организации освобождения Палестин. Стать ведущим, а потом, как это традиционно бывает, в таких режимах единственным представителем палестинского народа и внутри, и вне. Таким образом завоевать себе легитимацию, скажем, по модели Талибата. до тех пор, пока палестинское руководство в главе с Абмазом предполагает достаточно справедливо, что Хамас пользуется достаточно популярностью на палестинской улице, чтобы именно благодаря своему имиджу освободителя газа, победителя сионистов, тех, кто продолжает священную войну против Израиля, несмотря на то, что имидж, конечно, построен в значительной степени на лжи, тем не менее есть такое опасение в Рамале в кругах палестинского руководства, что если действительно состоятся выборы, у Хамаса опять есть шанс. Как мы помним, это произошло в последний раз, когда эксперимент ставился на территорию автономии в 2006 году. Поэтому со стороны Хамаса ему идти на долгосрочный перемей, который не продвигает его центральный внутриполитический интерес, тоже нет. И этот вопрос, конечно, не затронут в плане министра страны Лобида, хотя там говорится, что на втором этапе, если первый этап будет реализован успешно, тогда пойдет разговор о том, как палестинская администрация перенимает на себя функции контроля и реализации этих экономических программ в секторе газа. Если учитывать реалии газа, тогда понятно, что палестинская автономия сможет это сделать только в том случае, если Хамас будет в нее так или иначе интегрировать. Но об этом Израиль не говорит, потому что понятно, что Израиль решить эту внутрипалестинскую проблему не в состоянии, и надо напомнить, что как минимум предыдущая израильская администрация видела видела в расколе палестинских территорий, когда в делове власти на палестинских территориях стратегический интерес Израиля, потому что расколотая, разрушенная палестинская автономия не в состоянии претендовать на статус государства в таких структурах, как организация объединенных наций. Восстановление этого палестинского единства, интеграция Хамаса, без того, чтобы он должен был отказаться от своих террористических идей, надо помнить, что Ярлапид говорил в своей речи о том, что Хамас должен будет принять принципы квартета. Хамас пока до сих пор, несмотря ни на какие усилия, давления, попытки мотивировать экономически, от этих условий отказывался, потому что они означали бы фактически переход Хамаса на позиции Падха, на позиции организации освобождения палестинских. На это Хамас идеологически пойти не хочет и не может, наверное, потому что его финансовая база, его международная поддержка за подделами Израиля и значительная часть палестинской поддержки связана именно с тем, что он продолжает нести знамя бескомпромиссного джихада против еврейского государства. Поэтому здесь, конечно, перспективы реализации этого плана до конца очень-очень туманны. Скажите, пожалуйста, когда этот план был опубликован, обнародован в том виде, в котором мы его знаем, из газы, как ни странно, особых гневных тират по этому поводу и проклятий не раздалось. Означает ли, что там просто в изумлении или не придают этому большого значения, или они уже были заранее ознакомлены с этим планом? Я думаю, что здесь есть один важный фактор. Понятно, что в секторе газа далеко не все палестинцы живут с чувством война до победного конца с Израилем, давайте страдать и мучиться, питьевая вода два часа, в сутки электричества четыре. Понятно, что там тоже существует немалое количество населения, которое устало от этого конфликта и которое хотело бы продвижение какой-то нормализации. Лидеры Хамаса очень успешные пропагандисты с большим опытом, они понимают, что уделение слишком большого внимания израильскому предложению, которое говорит о нормализации, которое говорит о восстановлении экономической жизни газа, это может неудачно кончиться для самих лидеров Хамаса. И понятно, это на самом деле одна из целей этого плана, которую я тоже подчеркнул, она в этом и состоит, что мы должны быть готовы, сказал министр страны дел, предлагать какие-то позитивные решения, которые не угрожают нашим интересам безопасности, с одной стороны, не ведут напрямую к каким-то далеко идущим политическим переговорам, которым ни мы, ни другая сторона не готовы, но тем не менее, которые могут позволить нам помочь нашим друзьям и нам самим на международной арене и на региональной. Опять же, мы говорили о контексте соглашения Авраама, понятно, что новые арабские партнеры Израиля хотят видеть Израиль не как военную силу, которая при каждом удобном случае научит удары по сектору газа, но и как источник позитивных возможных альтернатив. В этом смысле этот план попадает в цель и ставит Хамас в трудное положение, потому что единственный ответ, который они могут дать на этом этапе, это нас не интересует на самом деле благосостояние жителей газа, мы хотим продолжать так, мы продолжаем, потому что у нас все в порядке, наши структуры, у нас есть деньги, у нас есть фактическая безопасность, нам не угрожают на данный момент израильские точечные ликвидации, сообщения в иностранной прессе о финансовом состоянии лидеров Хамаса весьма, скажем так, комплиментарны, и поэтому Хамас будет продолжать так, он продолжает, заявляя, что точно так же, как мы Хамас победили Израиль в 2005 году, точно так же мы добьемся всего саммита Израиля, включая снятие блокады, включая согласие на строительство порта и аэропорта, и так далее, и так далее, и понятно, что в такой ситуации эти лозунги, они могут быть весьма привлекательно, несколько лет тому назад, сразу после завершения одностороннего вывода израильских войск и пассивенцев из газа, когда кому-то могло показаться, что Израиль как тогда выразился генсек из Валерий Хасан Насрала, это просто паутина, в которую нужно хорошенько ткнуть, и она вся лопнет, но затем прошло через спустя год уже в Ливане, выяснилось, что Израиль не такая паутина, а затем несколько раундов столкновений в газе показали, что в определенных условиях израильтян остается аппетит для военных действий и антитеррористических операций, поэтому сегодняшний день в газе все понимают, что будущее на данный момент по-другому Хамаса это долгое противостояние, и понятно, что в такой ситуации устраивать публичную дискуссию с израильским правительством о том, почему Хамас отказывается принять план Ярлупида это для Хамаса не будет. Арик, спасибо за ваши комментарии, всего доброго. Спасибо. На этом все, напомню, что с нами на связи был израильский политолог Арик Эльман. До свидания.